Четыре игрока обороны. Игорь Недорезов пятый, Александр Хлебников в восьмой, Михаил Соловей в тридцать третий и Владимир Комаров в третий. Так выглядят оборудительные порядки сегодня у Астрахани. Дмитрий Санников девятнадцатый, Артём Варакин двадцать первый, Александр Скворцов пятнадцатый и Наидя. Нет, простите, два Медведева сегодня нет даже в запасе в заявке. Ну и так игра началась. Я сразу скажу, что турнирное положение команд. Главный судья Михаил Белов в Нижний Новгород помогает ему на линиях Игорь Демешко-Химки и Сергей Гурченков в город Жуковский. Инспектор матча Сергей Леонов в городе Алтаевск. Ну и первая желтая карточка, показанная гостям, уже на второй минуте сегодняшнего матча. Пытается атаковать Сибирь. Станковский. Нарушение правил. Фарят там против Станковский. Очень хорошее постричь, что ли, на точность. Это конек Василия. Да, Василий бьет, помогает в стенку. Повторный удар попытался он там пробиться к ничу, не получилось, не добрался. Горок выигрывает мяч на центральной линии и все это заканчивается аутом. Ну и Зиновьева, и тот очень изящно переправил мяч в ворота. Очень красивый гол. Ну, в общем, наверное, из психологической точки зрения мяч очень важный, потому что постоянно тасуется передняя линия. Только, пожалуй, первые матчи, когда практически без замены играла Сибирь, играли Дегтярев и партнера, и первым гримча добрался. Попытка Волгаря что-то придумать впереди. И 23-й номер. Нет, ничего, ничем. Дмитрий Санников подает. Ну и выносится мяч из штрафной. Повторная подача, наверное, будет в исполнении того же Санникова. Пытается он там обыграть сейчас Житникова. Житникова, в общем, уходит от нашего полузащитника и заканчивается все это еще одним угловом. Отсюда же, справа фланга, тот же Санников будет подавать. Снова очень много народу там штрафной и в Абратарской в том числе. Поворот Сергея Чепчугова. Подача. Попроще, понадежнее нужно сыграть сейчас в этой ситуации. Очень быстро сегодня все меняется. Две достаточно неприятные такие атаки были сюда, в правые ворота от нас. Цепко и внимательно играют футболисты Сибири в средней, прежде всего, в средней линии поля. И практически не дают ни минуты, ни секунды на размышления для того, чтобы осмотреться, сделать какую-то более-менее выверенную точную передачу. Поэтому это плачевно. Провальный получился сезон. Ну а что касается вот этих успехов нынешних, я скажу, что... ...высоченные планки поставлены, как борьба за путевку премьер-ли. Хотя, наверняка, вот сейчас, когда команда находится уже продолжительное время, да, собственно говоря, с самого начала сезона в лидирующей группе, а, собственно говоря, Сибирь сейчас от Авани, занимающей первое место всего на Штоле, когда команда является действительно командой, большими буквами пишем это слово. Ну и само построение игры, об этом чуть позже поговорим. Ну, в общем, тоже очень такое симпатично, не разобрались сейчас здесь Молош с Букряковым. Там очень мало шансов было бы у Чепчуга. Житников принимает этот мяч у ближней штанги на себя, выбить его за пределы штрафной пока не удается. Ну и на поле, и вот от того, насколько это получается, и зависит, собственно говоря, напрямую результат команды. Молош, не торопятся сейчас наши защитники. Смотрим на табло. Букряков. Горок отбрасывает мяч Чепчугову. Самойлов. Будет играть с Чепчуговым. В общем, наверное, правильно. Абсолютно не нужен сейчас риск, особенно, когда все это происходит в непосредственной близости от своих ворот. Васильев. Молош. Дмитрий Молош решился на дальний удар и забивает Молош. Ну, не знаю. Конечно, можно сейчас говорить о том, что ошибся вратарь. Но и Молош увидел, все видит. Дмитрий Молош увидел, что начал смещаться. Варакин. Давыдов. Горок с ним. Ну и приходит здесь на помощь еще и Дмитрий Молош к тому же. Возвращается мяч сейчас Житников. Вот только сейчас навес. И Горок бил. Один будет. Горок. Ударом отворот. Илин будет вводить мяч в игру. Завершающего удара. Но сами атаки развивались очень остро и очень динамично. Даже, наверное, правильнее будет сказать не атаки, а контр-атаки. Горок сильно вперед возвращается мяч к Гороку. Он играет с Бухряковым. Бухряков находит Шестакова. Зиновия, простите. Ну, в данной ситуации, когда вокруг куча соперников и вообще много народу здесь в районе Вратарской было, конечно, вот эти риски абсолютно не оправданы. Потому... Варакин. Ну, а возвращаясь к игре в обороне, без каких-то видимых ошибок. Как вы знаете, только в первом Комаров забрасывает мяч вперед. Там Горок отбивает его. Здорово играет сейчас в подкате. Нет, подает Зиновьев. Не добирается до мяча Ирины. Мартин Горок. Вот это подключение защитников, о которых мы говорили. Завевает четвертый мяч ворота Волгаря. Ну, потрясающий, в общем, по динамичности, по красоте гол. Вообще, Горок, ну, по крайней мере, здесь, в Новосибирске, второй уже такой гол забивает. Постоянно наигрываются эти вещи на тренировках. Вот эти подключения. Мартин Горок. Трибуны аплодируют Гороку. Горок отвечает тем же... В следующем все матчи какие-то свои резервы. Хотя тот же Нестеренко, в общем, довольно часто и в основном составе появляется у Волгаря. Стартово. Удар. Здорово играет сейчас Мартин Горок. Вот опасный момент. Честно говоря, получается, что взвладил немножко я. Сначала Горок в таком шпагате, полушпагате выбил мяч.